Мы говорим о независимости Республики Узбекистан. 31 год. Если брать в измерение человеческой жизни, то, наверное, это небольшой отрезок времени. А если брать в развитии нашего государства, то я считаю, что это огромный скачок. Я родилась и выросла в Узбекистане, стала личностью в Узбекистане. Я здесь ходила в школу, закончила институт, закончила и получила степень кандидата наук, работала в горфинотделе, работаю в колледже преподавателем сейчас. И вот я хочу сказать, что на протяжении всех этих лет я наблюдаю, как развивается наш независимый Узбекистан. И хочется отметить, что с каждым днем я просто хожу и вижу это преображение, которое буквально вот видно на каждом шагу. Я буквально недавно проехала от станции Улубек. Вы посмотрите, какие прекрасные дороги. А ведь дороги говорят о многом. Дорога – это транспорт, дороги – это сельское хозяйство, это передвижение. И вот поэтому, когда вы говорите, что такое независимость, а независимость – это все. Независимость государства – это прежде всего хорошая сложившаяся экономика. А экономика – это концентрированное выражение политики. В этом году благодаря нашему многоуважаемому президенту Мирзиёеву Шавкату Мирамоновичу мы впервые отмечали День работников искусства. И вы знаете, и это же возможно только в независимом государстве. Что такое работники искусства? Ведь Самарканд – это великий шелковый путь. Вспомните, это Аль-Бухари, Авиценна, Улубек, Наваи. Эти труды, которые знает буквально весь мир. И вот это все и есть работники искусства, которые двигают, продвигают и доносят до масс и до народа. Все то, что мы имеем. А книга, книга – это самое большое богатство, которое мы оставляем в конце концов человеку и потомству. Непосредственно из рук, опять-таки говорю, нашего многоуважаемого президента Мирзиёева Шавката Мирамоновича я получила медаль Шухра. Вы знаете, я горда, я преисполнена радостей непосредственной от того, что эту награду мне вручил президент. Вы представляете, я простой человек, простая женщина. И вот президент вручает тебе награду. То есть это говорит о том, что твой труд, он оценен. Я бесконечно рада за ту теплоту, за ту поддержку, которая была оказана мне при вручении медали Шухра. Поэтому вот все, что непосредственно связано со мной и что мне это дало. Я до сих пор продолжаю активно трудиться и непосредственно сказать по мере сил и даже больше делать для того, чтобы именно наш Узбекистан процветал и был еще краще и сильнее. Главным достижением Центра за годы независимости, как считают сами представители культурного центра, это межнациональное согласие, высокая толерантность, укрепление дружественных связей. Это проявляется как великое достижение в целом Узбекистане. На сегодняшний день представителями немецкой диаспои в Самаркандской области считаются члены около 200 семей. В этом году Узбекистан, то есть наша республика, отмечает 31-летие. На протяжении всех этих лет наш культурный центр вносит огромный вклад в развитие межнациональных культурных отношений. Мы участвуем во всех культурных мероприятиях нашего города, и не только города, но и республики. Поэтому я хочу сказать, что благодаря руководству нашей республики мы имеем возможность продолжать передавать традиции, навыки и все те способности, которые мы имеем старшее поколение, мы можем передавать нашему молодому поколению. За годы независимости наш центр приобрел очень много знаний. Ребята нашего центра участвовали в различных мероприятиях республики, и не только республики, они выезжали и за рубеж, делились опытом, показывали сценки именно на немецком языке. А вот недавно наши молодежь ездили в Ташкент и заняли одно из призовых мест. Это результат независимости, конечно. Благодаря нашему президенту мы имеем вот такую возможность участвовать в различных мероприятиях, в культурных мероприятиях города и республики. Особое внимание центра уделяет развитию молодежи. Итогом регулярных мероприятий стало участие юных представителей культурного немецкого центра в международном форуме приграничных территории Российской Федерации и стран СНГ. Да будет дружба искренней и чистой. Международный форум проходил в Омске. 11 по 15 июня 2022 года мы, Самаркандский областной немецкий культурный центр, принимал участие на международном форуме. Да будет дружба искренней и честной. Мы представляли республику Узбекистан и свой немецкий культурный центр. По приглашению Омского дома дружбы мы отправились в город Омск, где сначала продемонстрировали в первую очередь национальные узбекские танцы и песни. Также мы принимали участие в большом параде, на котором были одеты в национальные узбекские костюмы и несли наш флаг. Безусловно, мы были очень рады и очень горды за то, что нам выпала такая большая честь представлять не только наш культурный центр, но и всю республику на таком большом мероприятии. Вы знаете, эмоции, когда мне вручали эту медаль, я, значит, ну, во-первых, конечно, поблагодарила, а во-вторых, я сказала, что вот буквально, идя с работы домой, и первое, что я делаю, это смотрю телевизор и просматриваю всю периодику. Почему? Потому что Мерзиёев Шавкат Мирамонович, ну, каждый день идёт столько новых указов, постановлений, которые касаются изменения жизни нашей страны, и вот ты с трепетом воспринимаешь это, читаешь, осмысливаешь, и, конечно, когда потом ты воспринимаешь и переводишь это лично на себя, как на личность, да, и что ты за это получил награду, да ещё с рук президента, вы знаете, это приятно, это почётно, это обязывает к дальнейшей работе, да, поэтому вот вы говорите, эмоциональный настрой, он, наверное, зашкаливал, вот прошло столько времени, а я до сих пор без трепета, да, я не говорю об этом, поэтому это очень-очень приятно, но это и высокая оценка, ну, а также она накладывает и отметку на то, чтобы ты делал ещё больше на благо и процветание Родины.